Добрый вечер. Рад видеть, что несмотря на объявление, которое было дано, что занятие посвящено мужской части человечества, несмотря на это, тут все-таки несколько мужчин присутствует. А согласно количеству женщин, которые присутствуют на занятии для мужчин, можно сделать, скорее всего, вывод, что когда у нас будет занятие, посвященное женщинам, там, по-видимому, туда и все мужчины придут. То есть те самые, которые не пришли на это занятие. Итак, дорогие юноши, мужчины, можно даже сказать мужья, мы тут собрались для консилиума. На операционном столе у нас наша семья. Не все благополучно в нашей семье. А так как в этом неблагополучии участвуют двое, и, как известно, никогда не бывает, что только одна сторона, она стопроцентно неправа, то надо разобраться с двумя этими половинами, и с мужской, и с женской. Сегодня у нас очередь мужская. Так что, мужчины, вас немного, вы представляете всю остальную, как у нас принято говорить, сильную часть человечества. А так что вам придется выдержать за всех. Итак, вспомним наше первое занятие. Там мы говорили, в чем секрет семейного счастья. И определили это так. Воздать друг другу то, что противоположная сторона ожидает получить от него. Надеюсь, вы это помните. Какая простая и здоровая идея. Муж воздает жене то, что жена хочет, ей нравится, и то, что она ожидает получить от вас. Что может быть лучше? Где тут только может быть проблема? Проблем может быть несколько. Может оказаться о том, что муж такой, что ему это не хочется. Не хочу знать никаких женских потребностей, пусть она мои изучается. Пусть мне. То есть, у нас есть тип мужей эгоист с дипломом. С таким мужем у нас, к сожалению, никакого разговора не получится. У кого да, получится, скорее всего, у его умной жены. Но об этом разговор в следующем занятии. А есть тип мужей, которые, знаете, с огромным удивлением узнают, первый раз, вообще не первый раз слышат, что от них чего-то ждут. И вполне возможно, когда они услышат, что так многого ждут от них, то он да, захочет дать своей жене, ну что? Может быть он и хочет. И есть действительно много мужей, которые хотят дать своей жене, но они не знают, просто неосведомлены, что жена ждет от него. Ну, чтобы продемонстрировать эту идею, ну, вспомним интересную шутку еще с советских доблестных времен. Шутка про одного сельскохозяйственного труженика, который выдаил из своей коровы рекордное количество молока. Ну, как положено, за это он получил денежное вознаграждение. И в порыве чувства благодарности к корове он решил ее также вознаградить. И подал ей эти купюры с дедушкой Ленина в профиль. На, жуль. К его удивлению, корова осталась недовольна его джентльменским порывом. Так и хочется продолжить описание этой ситуации и сказать, и так они поссорились. Вот эта анекдотичная ситуация, она проясняет нам, дорогие мужья, что прежде чем мы начнем рваться о счастливе наших жен, давайте вначале разберемся, из чего она состоит, какие ее потребности существуют, то есть чем ее кормят. А заодно, что она мечтает увидеть в нас? Может быть, я ошибаюсь, но есть у нас, у мужчин, знаете, такая некая мужская гордость. Чего еще и учиться? Пусть скажет спасибо, что я женился на ней. Так вот, прежде всего, чтобы нам легче было усвоить все сказанное, то надо вначале сказать основополагающий, фундаментальный факт. Мужчины, слушайте внимательно, тут бомба. Наша жена совершеннее нас. Слышите? Еврейский взгляд, как всегда, совершенно другой. Да, она более совершенная, более исправленная. Она гораздо ближе к идеалу. Ну, давайте объясним это. У нас в Торе так объяснено. При творении мира, каждое последующее было совершеннее, чем предыдущее. Так от простого к сложному сотворялась Вселенная. Вначале мертвой материи, потом растительный мир, потом животный мир, и только в конце человек. Адама решен, первый человек. И только после этого был сделан следующий шаг. Творение первой женщины в мире. Хавы. То есть, она была последняя в творении, значит, она более совершенна. Кроме этого, мы можем привести еще одно доказательство. Мы знаем о том, что мужчина обязан соблюдать 613 заповедей. Суть этих заповедей, этих повелений, самоисправления. Выполняя эти заповеди, человек исправляет самого себя. А женщины? Сколько они обязаны этих заповедей? Гораздо меньше. Почему? Им это не надо, не требуется. Отсюда вывод, они более завершенные. Ваша жена, она более умеренная, она более терпеливая, нежная, более склонная к духовности. Не грабит, не убивает. И так, как мы видим, наша жена, она более совершенна. Поэтому нет особого повода для мужской гордости. После такого многообещающего вступления, которое, я надеюсь, поставило пропорцию более правильную в нашем взгляде на наших жен, перейдем теперь к разбору того, что мы должны знать о нашей жене или о будущей жене. Первое, мы разные. И несмотря на то, что есть те, которые уже десятки лет пытаются доказать о том, что оба пола они равны, и вопреки тому, что девушки стали летать в космос и служить в боевых частях, несмотря на все это, мы разные. Во-первых, так утверждают научные исследования, и строение мозга, оно объективно отличается функционированием полушарий, и много других исследований показывают о том, что мы разные объективны. Есть много экспериментов, один из них в качестве примера показал о том, что произвольная группа детей, когда вы их приведете в комнаты, где есть с одной стороны один вид игрушек, а с другой стороны другой вид игрушек, окажется о том, что подавляющее большинство мальчиков подойдет к машинкам, к танкам, к пистолетам, а девочки подойдут к куклам. Что поделать? Дети, они какие-то не передовые, не современные, их еще не осчастливили идеями равенства. Но тема эта, она тема отдельная, и жаль на нее тратить время. Итак, всем известный факт, мы разные. Прежде чем мы перейдем к разбору более подробному, хочу оговориться. Нам придется говорить о неком среднестатистическом мужчине, о типичной женщине, и делать обобщение. Известно о том, что не все это любят. Заранее прошу прощения перед всеми. Естественно, что мы все разные. Каждый из нас это необыкновенная индивидуальность. Но тем не менее, существует общее, существует типично. Будем говорить об этом. Обратим внимание. Мы ощущаем в себе, что мы существуем в одно и то же время, как бы в трех плоскостях существования. Мы ощущаем, что у нас есть тело, есть у нас некие физиологические потребности. Есть у нас часть наша эмоциональная, а есть часть, которая связана с деятельностью мозга, часть интеллектуальная. Мы должны с вами разобраться, как и в чем мы различаемся во всех этих трех плоскостях нашего существования. А главное, сказать не даже в чем мы различаемся, это и так все знают. А главное, напомнить нам, а может быть для кого-то это будет и чем-то новым, что из этого мы учим. Какой практически вывод мы должны из этого сделать. Итак, давайте перейдем к первой части, более, казалось бы, очевидной и простой, части физиологической. Всем понятно и очевидно о том, что мужчина, мы сразу это видим, он более мускулистый, он более сильный. Все это знают. Ну а какой практически вывод отсюда? Я приведу сцену, которую я видел. Идет молодая пара по направлению к автобусной остановке. И вдруг появляется автобус. Муж как сорвался с места, как побежит, перепрыгнул через забор.